Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы рассмотрим цифровой инструмент Prezi. Посмотрим, как через помощь у него делать презентации и записывать короткие видео. Для начала перейдем на сайт prezi.com. И нам нужно зарегистрироваться. Нажимаем кнопку Login. Вы можете зарегистрироваться стандартным способом при помощи имейла, либо воспользоваться вашим Facebook, либо Google аккаунтом. Я пользуюсь Google. И мы автоматически попадаем на страницу с нашими презентациями. Я аккаунтом пользуюсь, и у меня уже тут есть презентация, у вас он будет пустой. Вообще, Prezi — это англоязычный инструмент, но на самом деле здесь очень удобный интерфейс, и обычно никаких сложностей не возникает. Для того, чтобы создать презентацию, мы можем воспользоваться шаблоном, либо начать с чистого листа. Давайте сначала посмотрим, какие есть шаблоны. Для этого нажимаем в верхней панели на голубую папку Create from Template. И здесь мы видим достаточно большую коллекцию совершенно разных шаблонов. Вы можете выбрать их по категориям, категории отображены слева, либо по цветовой схеме. Особенность презентации в Prezi в том, что у вас есть вот такой вот заглавный экран, который сейчас представленный, и на нем отображены топики, то есть темы. И внутри тем как раз таки спрятаны слайды. Давайте посмотрим, как выглядит шаблон. Например, я выберу вот этот шаблон, нажимаю Use this template, нужно придумать название и выбрать политику конфиденциальности. В рамках бесплатного аккаунта вы можете сделать презентацию только открытой и доступной в интернете. Если бы у нас был платный аккаунт, то можно было бы сделать доступ по ссылке. Нажимаем Continue. У нас открывается редактор, и вот так вот выглядит шаблон. Все слайды располагаются в панели слева, и сейчас мы видим только топики. Топики, как правило, это какой-то геометрический объект, здесь это кружочки и заголовок. Но если мы зайдем во внутрь топика, давайте, например, зайдем в первый для этого, я на панели слева нажимаю на него, то у нас открывается вот такой вот слайд, где есть тоже заголовок, подзаголовок, и рядом с ним есть вот такой вот как бы подслайд. Можем посмотреть его. У него тоже есть разный контент. Особенность всех презентаций в Prezi, и в том числе шаблонов, в том, что у вас есть вот такой вот главный экран, на котором отображаются темы, темы вашей презентации. Давайте теперь посмотрим, как выглядит вообще редактор, и сделаем презентацию с чистого листа. Для этого на главной странице мы выбираем не вот эту голубую папку, а вот эту белую Start from Scratch. Вот так выглядит редактор. У нас уже тут есть заголовок презентации, подзаголовок, и один топик, одна тема. Первое, что нам предлагают сделать, это выбрать задний фон, бэкграунд нашей презентации. Вот здесь справа открывается меню, и вы можете выбрать какую-то картинку из предложенных, из коллекции самого Prezi, например, вот такую. Вместо картинки вы можете выбрать цвет, для этого есть кнопка Background Color, либо вы можете загрузить свою собственную картинку с компьютера при помощи Upload Image и выбрать ваш фон. Дальше, что еще мы можем сделать с дизайном презентации? У нас есть в верхнем меню кнопка Style. Нажав на нее, вы можете выбрать Background, мы уже это сделали. И далее Shape and Layouts. Нажав на три точечки, у нас открываются вот такие вот геометрические фигурки. Это вариант того, как у вас может выглядеть топик. Я, например, выберу вот такой вот. Топик можно перетаскивать по презентации, зажав его левой кнопкой мыши. Далее, в кнопке Style вы также можете выбрать цветовую схему вашей презентации и шрифт, нажав на текст. И со шрифтами тут есть одна заковырка. Давайте попробуем отредактировать наш заголовок. Для этого я просто кликаю на него и пишу. Ну, пишу прям так, заголовок. Как вы видите, вместо букв у меня появились вот такие точки. Дело в том, что не все шрифты в презе поддерживают кириллицу, но многие поддерживают. Нам нужно сейчас просто поменять шрифт. Вот здесь в верхней панели я его меняю на какой-нибудь, который поддерживает кириллицу. Например, вот этот. У меня отобразился текст. Соответственно, в этой панели я могу менять стиль, то есть что это у меня будет, заголовок, подзаголовок или текст. Могу изменить шрифт, кегель, сделать жирным либо курсивом, изменить цвет шрифта, выделить его, добавить маркированный список, сделать выравнивание, отступы и так далее. Это что касается текста. Если я не хочу добавлять топик, например. Вот здесь у меня есть топик. Если я зайду в него, у меня тут уже будут какие-то слайды. И если я не хочу, для меня это слишком сложно, я могу его удалить. Для этого я его просто выделяю и нажимаю Backspace или Delete. Сделаю то же самое с подзаголовком. Как вместо топика добавить просто слайд обычный? Вот здесь в левой панели сверху есть зелененькая кнопка Topic. И если вы нажмете на нее, то у вас автоматически добавится топик. Для того, чтобы добавить слайд, нужно нажать на стрелочку и выбрать стек. Вот этот вот прямоугольничек. У меня как бы тоже добавляется топик с одной стороны. Я могу изменить его форму. Но когда я на него нажимаю, у меня не открывается никаких подтем. У меня будет просто обычный слайд. И давайте посмотрим, что мы можем делать со слайдом. Ну, во-первых, можем изменять его заголовок и подзаголовок. И добавлять разные объекты. Объекты мы добавляем при помощи кнопки Insert в верхней панели. Вы можете добавить текст. Например, основной на этот слайд. Для этого нажимаем кнопку Текст. И у нас появляется новое поле. Мы можем его увеличить и добавить в него текст. Далее мы можем добавить картинку, нажав на Image. Картинку можно выбрать из библиотеки, либо загрузить с компьютера. То же самое с иконками. Далее вы можете добавлять геометрические фигуры, линии и стрелки. Аудиофайлы загружать с компьютера. И видеофайлы. Видеофайлы можно загрузить, либо импортировать с YouTube. Для этого есть специальное окошко вот здесь. Вы просто вставляете ссылку на видео на YouTube и нажимаете Insert. Также в Prezi есть шаблоны разных диаграмм, схем, таблиц и так далее. Для этого нужно нажать на кнопку Storyblocks в панели Insert. И вот здесь справа у нас открываются категории. Например, вот есть таблицы, есть ленты времени, карты, процессы, схемы и так далее. Выбираем просто нужную нам категорию, например, ленту времени. И здесь из предложенных шаблонов вы выбираете тот, который вам нравится. Просто кликаете на него, и он добавляется у вас в качестве следующего слайда. Вы также можете изменить текст, здесь добавить какие-то картинки при помощи кнопки Insert и отредактировать. И если мы сейчас вернемся на основной экран, то у нас как бы есть топик. Но когда мы заходим в топик, то у нас просто есть обычные слайды, как в обычной презентации. Соответственно, если вы делаете презентацию в Prezi, вы можете продумать, какие темы есть в вашей презентации, и добавить топики под названием этих тем. Когда мы заходим в топик, у нас будут слайды по этой теме. Еще один плюс Prezi в том, что в качестве слайдов вы можете импортировать вашу презентацию из PowerPoint. В кнопке Insert также есть вот здесь опция PowerPoint. Вы просто подгружаете вашу презентацию в PowerPoint, ждете, пока загрузятся слайды. И вот они у меня подгрузились. Но в рамках бесплатной версии у меня подгружается только 8 слайдов из презентации. Далее я выбираю просто тот слайд, который мне нужен, и перетаскиваю его в презентацию. И он у меня добавляется как отдельный слайд. А в панаре слева я могу поменять их порядок при необходимости, например, сделать его первым. Возвращаясь к главному экрану, после того, как я добавлю все топики, в них добавлю все слайды, у меня будет готова презентация, я могу ее продемонстрировать. Для демонстрации у нас в верхнем правом углу есть синяя кнопка Present. Когда мы нажимаем на нее, у нас запускается режим демонстрации. Первый и последний слайд в презентации всегда это общий план, где у нас находятся все топики. При помощи стрелок вы можете листать слайды. Вот как вы видите, у меня обычные слайды, как в презентации. Нету вот этих сложных непонятных топиков, если вы вдруг не захотите с ними разбираться. Для того, чтобы выйти из режима демонстрации, просто нажимаем на Escape. Когда моя презентация готова, я могу демонстрировать ее вот так вот с сайта, например, во время вебинара или во время занятия, либо я могу отправить ссылку на эту презентацию. Для этого нужно нажать на кнопку Share в верхней панели, на кнопку View Link, Create New Link, написать свое имя или название вашей компании, так как презентация будет выложена в общий доступ, ей нужно авторство. И нажать Create Link. У меня генерируется ссылка, которую я могу скопировать, отправить коллегам, студентам, либо интегрировать в какой-то курс, вставить свой электронный курс, например. Ну вот и все. Что касается редактора Prezi, на самом деле он достаточно простой, но нужно посидеть, покопаться в нем. Надеюсь, у вас все получится.